Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК. В студии Дарья Тарасенко. Сейчас коротко главные темы этого выпуска. Люди, люди, человеки! Подумайтесь, вон утро уже. Так мы вообще тут с ума все подсходим. Сегодня в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист и звезда многих советских фильмов Андрей Мехков. Друзья, потерпите, все работают в гласудочном режиме, на измоте. Делаем все, что возможно и невозможно. Мэр снова просит потерпеть последствия снегопада. Говорит, службы работают на пределе возможностей. Жители многоэтажки на Перенсона 5А жалуются на неприятное соседство. По их словам, в одной из квартир хозяин устроил социальный приют для тех, кто вернулся из мест лишения свободы. Для нас пандемия оказала такой, скажем, такой существенный финансовый урон. Красноярские предприниматели массово распродают свой бизнес. Объявления о продаже заполонили интернет-аукционы. Виктория Столярова занималась этой темой. Сегодня в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист и звезда многих советских фильмов Андрей Мехков. Об этом сообщила его жена. Ночью она нашла актера дома без сознания и сразу вызвала скорую. Мехков умер до приезда врачей. Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Многие друзья артиста отмечают, что в последнее время он сильно болел, отчасти из-за своей деятельности. 56 лет он посвятил театру и почти 51 из них правил в Московском художественном театре имени Чехова. Всенародную известность Мехкову принесли роли в культовом фильме «Ирония судьбы», где он сыграл Женю Лукашина и в служебном романе в образе Анатолия Новосельцева. Также он сыграл главные роли в фильмах «Гараж», «Жестокий романс» и «Братик Ромазовы». И вот только несколько сцен с его участием. Замечательно ухаживаете. Но ничего не скажешь. Вы настоящий современный мужчина. Какое вы право имеете меня так оскорблять? Скажите, пожалуйста. Если вы директор, что вы думаете, все можете себе позволять? Уничтожать, топтать. Вас, да. Бить, да. И будет мало. Хамить. Мы, мра. Не надо тянуть меня. Вставайте. Вставайте. Вставайте сейчас же. Ну, смешаешь спать. Я хочу встречать Новый год в моем доме. Я пить хочу. Что вы с ума сошли? Почему безобразие не идите-то? Послушайте, ну вы хоть что-нибудь соображаете, а? Все, безусловно. Где вы находитесь, по-вашему? Я у себя дома нахожусь. Люди, люди, человеки! Подумайтесь, вон утро уже. Так мы вообще тут с ума все подсходим. Подсходим. Заговорил. Фантастика. Не мой заговорил. Актера также несколько раз награждали орденами за заслуги перед Отечеством. А в 1986 году присвоили звание Народного артиста РСФСР. Прощание с Мехковым пройдет в Московском художественном театре имени Чехова 20 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе театра. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве. Краснодарский резко похолодает этой ночью. Синоптики говорят, температура воздуха опустится до минус 23. И снова пойдет снег. Перепад температуры будет большой. Сегодня днем на улице было около минус 10. Поэтому метеозависимым людям нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Завтра же синоптики снова обещают небольшое потепление. Днем будет минус 13. А вот в длинные выходные нас ждет мягкая, теплая погода. Да, минус 6 днем и минус 20 ночью, говорят в гидромедцентре. Друзья, потерпите. Все работают на измоте. Это цитата мэра Сергея Еремина. Такими словами сегодня он написал ситуацию со снегопадом в Красноярске. Городоначальник записал видеообращение в своем аккаунте в Инстаграме. На видео мэр гуляет по левобережной набережной в районе коммунального моста и рассуждает о погоде. Как хочется, конечно, дорогие, сказать всем доброе утро. У природы нет, плохой погоды. Но, к сожалению, другие слова. Глядя на очередной снегопад. Буквально. Вчера сутки бились. Вчера выпала месячная норма осадка. Сегодня. Год валит. В февраль весь вчера встретили. Сегодня, вероятно, весь марк встретил. Дай бог, синички только, может быть, птички напоминают, что скоро будет весна. Друзья, потерпите. Все работают в круглосуточном режиме. На измоте делаем все, что возможно и невозможно. По данным мэрии, на дорогах работает более 200 единиц техники. За сутки с улиц Красноярска вывезли 930 камазов снега. Снегопад также продолжался сегодня утром. На дорогах снова появилась грязная каша. Днем осадки прекратились. И ситуация на центральных улицах, по крайней мере, улучшилась. Однако, по данным синоптиков, завтра Красноярск снова засыпет снегом. Жители многоэтажки на Перенцона 5А жалуются на неприятное соседство. По их словам, в одной из квартир хозяин устроил социальный приют для тех, кто вернулся из мест лишения свободы и оказался в трудной жизненной ситуации. Люди говорят, суд еще в 2019 году обязал собственника прекратить и размещать в квартире таких жильцов. Но с тех пор ничего не изменилось. Софья Питеркина сегодня разбиралась в этой истории. Суд обязал прекратить нецелевое использование жильца для данной категории лиц. На что собственник ответил, что он частное лицо, никакой социальной реабилитацией он не занимается. Римма Кац с жильцами нехорошей квартиры борется уже несколько лет. Здесь, как в известном романе, живут не самые чистые силы. Пусть и адрес небольшая садовая 302 БИС, а наша улица Перенцона 5А. Римма говорит, хозяин 30-й квартиры на третьем этаже устроил социальный приют для лиц, которые недавно вернулись из мест лишения свободы. Живет там, по словам женщины, около 8 человек. И такое соседство Римму, мягко говоря, не устраивает. Вот почему. Эти люди, безусловно, там и больные туберкулезом, и наверняка там и ВИЧ-инфекции, и гепатиты. То есть есть определенный контингент, у которых часто регистрируется данное инфекционное заболевание. Коль он здесь, значит, со всем своим имуществом он тоже здесь. И шум бывал, и было распитие спиртных напитков на лестнице, и пьяные они здесь валялись. Слова Риммы подтверждает и консьержка. Она просила не показывать свое лицо, но рассказала, что полиция в эту нехорошую квартиру приезжает в каждую ее смену. То есть почти каждую неделю. То есть они приезжают, видимо, как вот, или по количеству, или как бы, бывает, что подходят, показывают листочек, или в телефон, там такое есть, попробуй пойми, есть ли там такое или нет. Ищут. Ну, то есть несколько раз в месяц в эту квартиру, да? Да, это бывает, да. Жильцы уже не раз обращались в полицию и в прокуратуру. В 2019-м Железнодорожный суд обязал хозяина квартиры прекратить размещать там людей без определенного места жительства. И не заниматься их социальной реабилитацией. Собственнику выписали штрафы, но на этом все разбирательства кончились. Но приют, похоже, никуда не исчез, говорят жильцы. Вот и наша съемочная группа встретила сразу двух посетителей этой квартиры. Оба говорят, что хозяина не знают, общаются с нами неохотно, в квартиру не заходят. Вы живете в 3-й квартире? Ну, естественно. А давно вы там живете? Да. Сколько уже по времени? Давно. А кто хозяин этой квартиры? Ну, не знаю я. Вы не знаете хозяина? Нет. Хозяин вы знаете квартиру? Нет. Не знаете хозяина? Нет. А кто вас разместил сюда? В смысле, кто? Ну, как вот вы сюда попали в квартиру-то, как поселились? Это ваша квартира, вы собственная? Вы разговаривали с нашим старшим. Поговорить с собственником квартиры нам удалось сегодня только по телефону. Он заявил, что никакого приюта в квартире нет и никогда не было. Жилье он просто сдает в аренду. Я сдавал людям квартиру и сдаю людям квартиру. Приюта там не было никогда. Я сдаю человеку. С ним он пишет, что с ним будут проживать такие-то люди. Все, мы с ним заключили договор и они там проживают. В прокуратуре сегодня заявили, что действительно два года назад проверяли эту квартиру, но оперативно прокомментировать ситуацию в ведомстве не смогли. Пообещали сделать это позднее. Хотя жильцы на чью-то помощь и защиту уже надеются едва ли. Софья Питеркина, Александр Карпов, Новости ТВК. Шокирующую историю, которая произошла в Чите, сегодня обсуждают по всей стране. Пьяный сосед застрелил 9-летнюю девочку. Все случилось накануне. По словам отца ребенка, в квартире шел ремонт. Сосед был этим недоволен. И когда отец ненадолго отлучился в магазин, мужчина из соседней квартиры пришел и стал долбиться в дверь. При этом мужчина был пьян. Девочка в этот момент сидела с маленьким братом и записывала видео в ТикТок. Она говорила, что ей страшно и что сосед вот-вот выбит дверь. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится на дверь, все ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, а вот матерится. Я просто, мне страшно, блин. Он вообще, нам, мне страшно. Я с братом, младшим, старшим, вот там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Через полчаса после этого сосед застрелил девочку. По данным телеграм-канала БАЗа, в какой-то момент сосед постучал снова, только уже не так агрессивно, тихо. Девочка подумала, что за ней пришла подруга, побежал ее встречать. В этот момент сосед и выстрелил. Девочка погибла. Следователи рассказали, что подозреваемого задержали и уже возбудили уголовное дело по статье убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Красноярские предприниматели массово распродают свой бизнес. На интернет-аукционах сотни объявлений о продаже предприятий. Причем лидируют в основном заведения и сферы развлечений. Это кафе, бары, рестораны. Вы вставили на продажу несколько баз отдыха. Почему бизнесменам легче избавиться от своих активов, чем реанимировать предприятие, выясняла Виктория Столярова. Она в студии. Вика, что говорят предприниматели? Даша, ты знаешь, бизнесмены говорят о том, что начало 2021 года стало для них таким крушением надежд. Статистика заболеваемости по коронавирусам падает уже который месяц, причем не только у нас в крае, но и в целом по стране. Однако ковидные ограничения не сняли до сих пор. Для большинства предпринимателей долги по аренде, зарплате сотрудникам достигли критических масштабов. И если в прошлом году в разгар пандемии бизнесмены старались не паниковать и оттягивали продажу своих активов, то первые месяцы Нового года показали не все красноярские организации в состоянии работать дальше. Причем количество объявлений о продаже готового бизнеса на интернет-аукционах резко возросло именно в январе-феврале. И почти во всех случаях от своего бизнеса избавляются представители отраслей, пострадавших от коронакризиса, то есть гостиничная, туристическая, ресторанная. Алексей Любимов, один из владельцев красноярского бара крафтовых напитков, объявление о продаже этого бара появилось накануне. Заведение расположено на проспекте Миря, сейчас его продают за 2,5 миллиона рублей. Вот что он сегодня нам рассказал. Для нас пандемия оказала такой, скажем, такой существенный финансовый урон, потому что накануне ухода в локдаун, получается, у нас была большая закупка товара, в результате которой за период, пока мы не работали и всех ограничений, мы, в принципе, были вынуждены его просто утилизировать, поскольку срок годности у товара вышел. Получается, просрочки много вышло. По аренде у нас сейчас идет, так скажем, с арендатором судебные тяжбы, возмещение в период, когда мы не работали, все ограничения, то есть это накопились такие долги. Если по товару брать, то это порядка где-то 150 тысяч получилось чисто в товаре. Это мы потери по аренде. На данный момент у нас идет, ну, то есть суд с арендатором по поводу аренды, суд о задолженности где-то в пределах 300 тысяч. Объем предложений готового бизнеса сейчас резко вырос, а вот его стоимость упала иногда в разы. В первую очередь красноярские предприниматели распродают предприятие общепита, так, например, за 670 тысяч рублей можно купить столовую в советском районе со всем оборудованием. Кофейня в центре идет с молотка за миллион 600. Винный ресторан на проспекте Мира, очень известный в Красноярске, тоже продается за 10,5 миллионов рублей. Магазин морских деликатесов за 5 миллионов. И вот объявления о продаже гостиничного бизнеса меньше, но тут и суммы, конечно, солиднее. Например, база отдыха на берегу Маны продается за 70 миллионов рублей. И база отдыха неподалеку от Саиногорска за 8,5 миллионов. Эксперты говорят, решающим фактором для продажи бизнеса, конечно, стала пандемия, но и плюс отразились изменения, например, в налоговой сфере. Эти ограничения у нас в крае были одни из самых жестких по стране. Поэтому для любого бизнес-процесса такое изменение нормальных условий работы является критическими пограничными. Многие поэтому не переживают. Добавьте сюда девальвацию рубля, которая негативно отражается на малом бизнесе, снижение плодежеспособного населения, что у нас еще в прошлом году. Под занавес года изменения налоговой политики с ЕНВД пришлось переходить на патент или УСН. И это тоже определенный челлендж для бизнеса, потому что налоговая нагрузка возросла в сотни раз. Ну вот эксперты говорят, что предприниматели поначалу действительно ощутили облегчение от полученной господдержки, но ее эффект сошел на нет вместе с кризисным 2020 годом. В январе-феврале уже этого года многие владельцы коммерческой недвижимости перестали жалеть своих арендаторов, да и выплаты пострадавшим отраслям в основном поступали до конца года. Поэтому предпринимателям в нынешних реалиях гораздо легче избавиться от своих активов, нежели реанимировать свой бизнес. Меры поддержки, которые оказывались, их фактически, наверное, не было. Они были условными и никак не решали проблемы предпринимателя. На сегодняшний момент многие предприниматели продают по той причине, что содержать подобный бизнес становится очень сложно и очень рискованно. На мой взгляд, это жест отчаяния. То есть более того, что я общался с предпринимателями, которые ведут, то есть понимают, что завтра тоже может что-нибудь случиться и помощи не будет ниоткуда. То есть она будет такая, сугубо на бумаге. Поэтому стараются от этих активов на сегодняшний момент избавляться. Причем у экспертов нет точных прогнозов, когда предприниматели пострадавших отраслей оправятся от потрясений кризиса. Если даже коронавирусные ограничения все-таки снимут, и мы вернемся к реалиям до пандемийной жизни, то даже при самом лучшем раскладе восстановиться бизнесмены смогут не раньше конца этого года. На этом все. Даша. Да, спасибо. Это была Виктория Столярова. Рассказывала она о том, что в Красноярске предприниматели массово распродают свой бизнес. Они не выдержали коронавирусных ограничений. Но мы продолжаем. Европейский суд по правам человека призвал освободить политика Алексея Навального. Своё постановление ЕСПЧ опубликовал в среду, 17 февраля. И своё решение суд обосновал тем, что есть угроза жизни оппозиционера. И эту ситуацию уже назвали беспрецедентной. По данным издания BBC, это первый случай в истории, когда Европейский суд прямо требует освободить заключенного. При этом по международным нормам права отказ от постановления ЕСПЧ будет означать нарушение Конвенции по правам человека. Однако Минюст России уже назвал требования ЕСПЧ неисполнимыми. Глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что решение Страсбургского суда, цитата, «грубое вмешательство в деятельность судебной системы суверенного государства», конец цитаты. Напомню, в начале февраля Московский суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу и в Роше. Адвокаты политика подали апелляцию и рассмотрят в Москве 20 февраля. Активистку Анастасию Шевченко признали виновной по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. Общественница стала первым в России фигурантом уголовного дела по данной статье. Сегодня в суде Ростова-на-Дону ей вынесли окончательный приговор. Дело в отношении члена Совета движения «Открытая Россия» возбудили в январе 2019 года. С этого же времени Шевченко находится под домашним арестом. Прокуратура требовала для активистки 5 лет заключения колонии общего режима и это почти максимальный срок по этой статье. Шевченко вменяют два эпизода – участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Сама же общественница вину не признает. Она настаивает, что имеет отношение только к российскому общественному движению «Открытая Россия» и оно формально не связано с зарегистрированными в Великобритании и связанными с Михаилом Ходорковским структурами, которые российские власти внесли в список нежелательных. Пока активистка находилась под арестом, у нее умерла дочь, у которой была первая группа инвалидности. Девочка находилась временно в интернате для детей с особенностями развития. У Шевченко также есть двое несовершеннолетних детей. Сегодня семья приехала на заседание, чтобы поддержать Анастасию. Для этого же в суд Ростова-на-Дону прилетела и Ксения Собчак. Журналистка рассказала, что знакома с Шевченко. Активистка возглавляла ростовский предвыборный штаб Собчак. И телеведущая знает общественницу, как идейного и порядочного человека. И пятилетний тюремный срок – это чудовищно. Несколько минут назад суд приговорил Анастасию Шевченко к четырем годам условно. Домашний арест снят, но она будет под подпиской о невыезде. Шевченко раз в месяц должна являться на отметке. Но сейчас рубрика «По счетам». И в ней финансовый эксперт, управляющий Банком Открытия в Красноярском крае Наталья Потапова, понятным языком рассказывает об экономике и деньгах. Сегодня о звонках из банков, которые многих так раздражают. Законны ли обзвоны и как исключить свой номер из базы? Я, наверное, обрушу на себя сейчас шквал критики, но хочу сказать, что банки звонят нашим клиентам вполне на законных основаниях. И нарушений в данном моменте нет никаких абсолютно. Почему? Объясню сразу. Потому что когда вы любую операцию, любой договор с банком заключаете, обязательно есть графа о согласии на обработку персонализированных данных. И, соответственно, вот эта оговорка и вот эта подпись позволяют банкам прозванивать клиентов и пользоваться этими контактами этих клиентов вот в части обзвона. Понятно, что есть определенный негатив у наших клиентов, когда им звонят по нескольку раз и по разным продуктам. Однозначно скажу, что и мне такие звонки поступают, и не только из моего банка, и из других банков. Я обслуживалась когда-то там в Сбербанке, и остались мои данные, они мне прозванивают и предлагают различного рода услуги. И работала когда-то в Уралсибе, мои данные остались, и они мне из Уралсиба звонят и предлагают сейчас и кредитные карты, и кредитные лимиты, и прочие другие продукты, и премиальные продукты, понимая мой статус. Конечно, наверное, такие звонки в определенной степени раздражают население, но этого не избежать. Единственный вопрос, который, конечно, стоит на повестке, это качество этих обзвонов. Есть и положительный момент, есть и отрицательный. Положительный момент в том, что собственные базы мы прозваниваем на предмет предложения каких-то новых услуг, более интересных услуг. Я призываю всех жителей Красноярска более терпимо относиться к этим вещам, к этим прозвонам, но если уже категорически вас настолько, в кавычках говорю, достали вот эти звонившие и колл-центры всех банков, то вы, пожалуйста, можете обратиться в банк с заявлением, что вы просите исключить вас, ваш телефон и ваши контактные данные из прозвона. И мы, конечно, это сделаем и звонить вам не будем. Я, например, поступаю очень просто. Когда мне звонит, он говорит, здравствуйте, банк Тинькофф, мы вам открыли кредитную карту с таким-то лимитом. Я говорю, здравствуйте, мне это неинтересно. И нажимаю клавишу «отключиться». Ну, да, трачу какое-то время. Дальше я могу эти телефоны, понятно, что они звонят с определенных телефонов, я просто ставлю эти телефоны в стул, чтобы вот мне до звона по вот этим номерам ко мне не поступало. Вот как-то вот так. Но звонить мы будем, и я думаю, что все банки будут звонить, потому что и вообще мы идем вверх в век цифрализации, а не персонализации. И очно до каждого физического лица, поверьте, нам добежать очень сложно. И да это и незачем. Мы понимаем, что вы все люди очень заняты, у вас свои проблемы, свои дела и свой график дня. И отрывать ваше время там достаточно большое, чтобы встретиться, пригласить вас в банк, рассказать о продукте или предложить какой-то новый сервис. Ну, поверьте, достаточно большое время нужно на это затратить и наше, и ваше. Поэтому звонок – это вот такой цивилизованный способ донести информацию о каких-то сервисах, продуктах и так далее. Получить налоговый вычет станет проще, а в красноярских скверах зажгутся новые фонари. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости. Коротко». В Красноярске установят современные фонари. Ремонтировать сети будут на пяти улицах – Щербакова, Карамзина, Колхозной, Вербной и Корнеева. В мэрии говорят, что вся документация уже подготовлена. В ближайшее время начнут поиск подрядчиков на электронной системе госзакупок. Работы ведут по программе формирования комфортной среды. С 2019 года по этой программе в городе обновили более 50 общественных зон. Получить налоговый вычет станет проще. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. 1 марта ведомство объединит личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс. Теперь пользователи смогут видеть все свои траты по банковским картам, а также получать налоговый вычет нажатием одной кнопки. Оформить возврат можно будет по расходам на покупку жилья, выплате процентов по ипотеке и налогам на инвестиции. Благодаря новой технологии срок возврата денег сократится до полутора месяцев. В Красноярске хотят построить железную дорогу в аэропорт. Концепцию представят Минтрансу России и РЖД. По словам министра транспорта края Константина Димитрова, по ветке планируют запустить и пассажирские, и грузовые вагоны. Это поможет сделать ее рентабельной. В 2017 году власти уже говорили о строительстве железной дороги до аэропорта. Но тогда ее стоимость оценили почти в 8 миллиардов рублей и проект признали неэффективным. Сейчас в аэропорт ведет только один железнодорожный путь. По нему доставляют топливо. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. Мы продолжаем выпуск. Искать преступников теперь будут по запаху. При центре кинологической службы открылась новая лаборатория. Ее главные сотрудники – собаки-детекторы. Их обучают распознавать запахи и находить не только взрывчатку или наркотики, как это умеют делать обычные служебные собаки, но и пропавших людей и преступников. Как воспитывают таких четвероногих сыщиков, расскажет Светлана Чернушевич. Эти беззаботные малыши еще не знают, что они – будущие звезды сыскной работы. Пока они просто резвятся в снегу, но в ближайшее время их начнут обучать в сложной работе. Распознавать огромную гамму запахов. Обычные служебные собаки могут найти бомбу или наркотики, но эти малыши в будущем смогут по запаху обнаружить потерявшегося человека или преступника, ведь запах также уникален, как отпечатки пальцев или сетчатка глаза. У каждого человека свой индивидуальный генетически детерминированный запах. Неважно, какой образ жизни ведет этот человек, неважно, какой он половой принадлежности, но запах все равно на протяжении всей жизни будет один и тот же. Собаки-детекторы держат в своей памяти и различают большое количество запахов. Даже если преступник попытается скрыть следы преступления, к примеру, с помощью одеколона, ничего не получится. Собаки-детекторы все равно его обнаружат. Пока в этой школе для четвероногих экспертов всего 4 первокурсника, но в ближайшее время сюда поступят еще 6 собак. И через полгода уже приступят к работе. При отборе обращают внимание на характер собаки. Она не должна быть слишком подвижной или, напротив, медлительной. Еще одно условие – не привязываться к одному человеку, поэтому их тренирует группа экспертов. В отличие от кинологов, для которых пес – верный товарищ. На вопрос, кто для него никос, друг или рабочий инструмент, кинолог Денис Воронин отвечает ни минуты не колебаясь. Скорее друг, потому что если инструмент, то собака так не будет работать. Потому что если ты душу вкладывать не будешь, то результата тоже высокого не будет. Особые отношения в центре уделяют не только обучению, но и здоровью четвероногих сотрудников. Ежедневный осмотр обязателен для каждого, без исключений, чтобы ничто не мешало работе. Собаки в основном у нас на объектах работают. Это, естественно, где-то может у нас пораниться, где-то порезаться они могут, где-то наступить неправильно, ну, как-то неудачно наступить на лестницу там или еще где-то. Все может быть, поэтому нам приходится их каждый день рассматривать, чтобы они могли вести службу. Через год новобранцы уже смогут полноценно работать бок о бок с полицейскими. В кинологическом центре надеются, что их подопечные будут нести верную службу. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, Новости ТВК. Машину отправить поездом. Такая услуга появилась теперь и на Красноярской железной дороге. Сервис предназначен для тех, кто, например, переезжает в другой город и хочет забрать свой автомобиль с собой, но при этом не хочет сидеть за рулем несколько суток, а просто поставить машину в специализированный вагон. Такой, кстати, сегодня прибыл из Москвы. Он вмещает четыре машины или восемь мотоциклов. Автомобилевоз, так называется этот вагон, оборудован специальными креплениями, а также пожарной и охранной сигнализацией. За отдельную плату вместе с машиной можно отправить и багаж, но не более 200 килограммов. Ближайшие рейсы автомобилевоза запланированы на 23 и 26 февраля по маршруту Москва-Красноярск и обратно. Час сервис работает в тестовом режиме. Станет ли он постоянным, зависит от спроса. Четыре дня до самого мужественного праздника – Дня защитника Отечества. В преддверии 23 февраля краевые парламентарии пообщались с военными срочной службой и передали мужчинам продуктовые наборы. Среди солдат представители самых северных городов региона – Норильска, Красноярска, Лиссосибирска. О том, как проходит служба у мужчин, расскажем далее. Сделали соответствующее празднику лицо. Среди этих красноярских парней есть как опытные солдаты, которые на службе уже больше 8 месяцев, так и новобранцы. Все они участники войсковых частей Воздушно-космических сил, в том числе и красноярец Василий Федоренко. Его призвали в июне 2020 года. И за 8 месяцев службы он времени зря не терял и поставил рекорд части по забегу. Василий считает, что сейчас его основная задача – это передать опыт принявшим присягу парням. Ведь все бойцы, по сути, вырастают из обычных мальчишек. Армия, она на данный момент, она дает те самые качества, педагогические, командирские, чтобы в дальнейшем на гражданской службе человек мог адаптироваться. Я, как уже служивший в более большой срок, уже передаю эти навыки молодому. Пополнение, которое пришли к нам в декабре месяце. Один из таких новичков – Антон Скопцов. Он принял присягу 4 дня назад. О своих планах ему говорить еще сложно. Однако все условия для того, чтобы развиваться в качестве военнослужащего, есть, говорит новобранец. Служба идет хорошо. Отношения со старшим призом, также с начальниками, с командирами очень хорошие. Также имеется спортзал. Занимаемся, спортивные мероприятия проходят. В общих чертах служба идет очень хорошо. Председатель законодательного собрания края Дмитрий Свиридов поздравил военных с предстоящим праздником. В онлайн-режиме он напрямую пообщался с ребятами. Беседа получилась живой и теплой. Парни рассказывали о службе и делились с Дмитрием Викторовичем своими планами на будущее. Кто-то из них собирается продолжать карьеру военного, а кто-то планирует вернуться в родной город и работать по специальности. Дмитрий Свиридов отметил, что отзывы о наших ребятах от командиров войск только положительные. Этими ребятами можно гордиться. Все отмечаются командирами своих частей, как достойные военнослужащие, которые четко, качественно выполняют свой воинский долг. Отмечаются командирами как успешные военнослужащие, которые показывают качественные результаты в боевой подготовке. Я сегодня пожелал им успехов в службе. Ну и, конечно, здоровья и всех благ, потому что это достойные ребята, которые действительно достойно представляют Красноярский край, проходя воинскую службу в наших частях. Дмитрий Свиридов отметил, что поручил организовать видео-встречу для того, чтобы поддержать и поздравить ребят из нашего региона с наступающим Днем Защитника Отечества, служащих вдали от дома, особенно новобранцев. Это наши красноярские парни, наши защитники, которые несут службу в непростых условиях на севере, вдали от дома. Но здесь, в Красноярском крае, их поддерживают и с большим нетерпением ждут. Полина Михальчук, новости ТВК. А сейчас наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». И сегодня поговорим о замене стояков в квартире и о замене счетчика на воду. Замены стояков в квартире относятся к текущему или капитальному ремонту? Ну, здесь как посмотреть, что такое стояки в квартире. Стояк в квартире, он идет, если это девятиэтажный дом, с девятого этажа и по первой. Это общее имущество многоквартирного дома. Если у вас в доме проводится капитальный ремонт, тогда это меняется во всех подъездах все стояки и в комнатах, и в кухнях. Это нужно, чтобы все собственники допустили. Плюс оборудование в подвале меняется. Это уже капитальный ремонт. Если вы меняете только стояки в квартире, в одной, в двух, в трех, например, заселились, вам необходимо врезаться в вышестоящую квартиру и в нижестоящую, правильно? То есть собственников привлекать. Это уже относится к текущему ремонту. По вине управляющей компании в мае не сработал счетчик. Сейчас его поменяли. Кто должен вернуть деньги, если все это время мы платили по нормативу? В этом вопросе как бы не совсем понятно, что значит по вине управляющей компании. Что, управляющая компания пришла и сломала счетчик? Скорее всего, данный счетчик либо был снят, это имеется в виду общедомовый прибор учета, да? То есть если у него срок поверки истек, его могли снять и увести на поверку. Сроки поверки не определены законодательно. Месяц это два или три. Но управляющие компании, как правило, стараются быстро сделать эту поверку и обратно поставить общедомовые приборы учета. Значит, соответственно, если у вас прибор учета был снят в мае, допустим, да? Июнь, июль, август, сентябрь. Тем более была пандемия. Здесь оно вообще никак не влияет, это поверка счетчиков. То есть начислялось по нормативу. Сейчас управляющие компании у нас обязаны передавать показания общедомовых приборов учета в ресурсоснабжающую организацию. И они уже там разбираются, выходят, смотрят на место, актируются это все. Если это действительно так, то, соответственно, речь идет именно об отоплении по СОИ, содержание общего имущества. И там рассматриваются вопросы, делаются перерасчеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова